Что царь ненастоящий, в общем-то, понятно. Может быть, действительно двойников наплодили, но то, что Путин нелегитимный правитель и никогда таковым не был, это совершенно ясно и очевидно. Он был якобы избран на основе якобы легитимной конституции на якобы свободных выборов. Не было тогда никаких свободных выборов, не было законной конституции, не было и нет законной власти. Все вот это олигархическое шушера, это, конечно, люди, которые не имеют права ни на власть, ни на собственность. А это именно то, что у народа сейчас отнято, и поэтому народ не может сорганизоваться, не может найти на это средство, выделить из себя своих народных представителей и на основе тех интересов, которые они будут представлять, сформировать политику. То есть политика существует отдельно от народа, и значит, она является антинародной, и никакой законностью здесь даже и не пахнет. Все путинские судьи, все путинские полицаи, все полные беззаконники. Сюда еще подмешивается человеческая гнусность, которая специально отбирается туда, в этот отряд надсмотрщиков. За те годы, что правит Путин, ну это и при Ельцине было, но при Ельцине еще какая-то часть приличных людей в государственной системе была. Сейчас это просто сплошная сволочь, просто сплошная сволочь, захвачившая собственность и власть, отнявшая собственность и власть у всех. То есть, ну понятно, что распределяется она далеко не всегда равномерно, но сейчас полное исчезновение какой-либо причастности народа к власти. Ни самоуправления, ни участия в выборах, ни формирования общественных объединений, ни защиты своих прав, ничего этого у граждан на сегодня нет. Вообще нет. То есть, как такового государства нет, есть оккупационный режим. Никак по-другому называть это правление нельзя. Но нас интересует все-таки вопрос, царь-то настоящий или не настоящий в смысле персоны. Есть ли двойники у Путина? Я скептически отношусь ко всем этим разговорам. Почему? Потому что лицо Путина расплылось давно в блин. То есть, по лицу судить крайне трудно, потому что его напичкивают ботоксом. У него то с одной стороны выпирает, то с другой, то скулы более толстые, то нижняя часть челюсти, лоб такой превратился в пузырь надутый. То есть, невозможно судить, что это за личность. Сегодня он один, завтра другой. Смотря как его организм воспринимает вот эти инъекции подкожные, чтобы быть гладким и не по годам энергичным. Я не знаю, что ему там вкалывают еще. Но то, что лица больше нет, то есть лица, по которому можно было бы определить, это двойник или не двойник, просто не существует. Потому что двойника фабриковать так же очень просто, вот натыкивая его, если это достаточно искусный косметолог, то он может фальсифицировать лицо, которое можно загримировать дополнительно. Ну, так же, как мы сейчас видим, Сбербанк, вот это ворье, оно себя как бы и в рекламе тоже использует вора. Фильм Иван Васильевич меняет профессию, Жорж Милославский. Вот он там, ну, если присмотреться, то там видно, что это артист очень хорошо загримированный, похожий и так далее. То есть, из похожего лица можно сделать такое, которое трудно вообще отличить, тем более, если лицо все время меняется. Вот, ну, тогда можно действительно много двойников сделать. Вот, хотя я скептически относился и к тому, что там Ельцина двойников придумали, и Путину. Вот я смотрю, ну, одна и та же гнусность. То есть, человек как бы вот не варьируется в своей риторике и так далее. Ну, вот есть подлец и есть подлец. Вот, как бы имитировать подлость, ведь можно по-разному, и как вот сделать из артиста подлеца. Ну, непросто, его надо как-то очень серьезно обрабатывать. Но сейчас я вижу, что еще летом я заметил, как-то хотел прокомментировать, но пропустил. В один день Путин принимает, осуществляет прием в Кремле. И в тот же день его показывают, что он разруливает лично за рулем по открывшейся дороге с сумасшедшей ценой, которая вложена от Керченского моста до, не помню, Симферополя или Севастополя, или до какого-то другого города. В общем, там 200 километров проложено. И вот Путин как бы лично рулит. Раньше он просто цинично себя вел, он не пристегивался. Сейчас, правда, тоже цинично себя ведет. Всех обул в маске, сам маску никогда не одевал. И он за рулем сидит, там еще что-то комментирует, пристегивается, говорит так, чтобы не нарушать ничего, я пристегиваюсь. Раньше как раз на это указывали наблюдатели, говорили, вот смотри, другим-то за это штрафы положено, а этот свободно ездит. Он даже не знает, что есть правила дорожного движения. Ну куда ему? Он совершенно в другом мире живет. Не в России. Он в каком-то воздушном замке живет, который построили миллиардеры за наш с вами счет. И там, ну видно, что это человек-то другой, во-первых, там лицо более худое, под глазом синяк, как будто ему только что стукнули. Ну бывает от инъекции вот такая синюшность, и она неоднократно была у Путина, которого показывали в полном цвете. Здесь такая съемка полусумеречная, но видно, что это другой человек, хотя голос вроде похож, и риторика сходная. Ну в этот же день он принимает в Кремле. Теоретически можно на самолет туда-обратно смотаться и так далее. Но годы-то уже не те, поэтому я думаю, что да, двойники уже используются. Сейчас тоже показывают Путина такого намазанного каким-то кремом, и люди шутят, вот Путин в заводской смазке. То есть вытащили его откуда-то двойника, натыкали так, чтобы синюшность скрыть, каким-то тоном покрыли сверху, чтобы блестело и так далее. В моем детстве был фантастический роман, назывался «Пять президентов». Я посмотрел, можно сейчас в сети его скачать, 69-го года. Написан очень такой остроумный, ну не то чтобы роман, но небольшая повесть о том, что придумал какой-то изобретатель, машинку такую, которая могла делать дубликат человека, полную копию. Ну вот и кто-то там из недругов наштамповал пять президентов. Ну они какие-то немножко разные были, и вот по-разному как-то себя вели. Потом, правда, все одновременно исчезли. Вот и остался там один самый настоящий, самый несчастный, и в общем никому не нужный. Я думаю, что в данном случае произойдет примерно то же самое. Мы видим уже, казусы возникают один за другим, с фальсифицированной личностью, уже не обликом, а личность фальсифицирована. Естественно, у Путина нет биографии, его именно таким и взяли. Человек с нулевой биографией, который зачистили целиком, фальсифицировали. Ну как бы нет, не было жизни ни у его друзей, ни у его родителей. Ну никого вокруг как бы не было, и все проконтролировано. И только люди, которые как бы через, на достаточно большом расстоянии от него находились, межличностным, скажем, что-то там комментировали, и то в том случае, если они эмигрировали на Запад, пытались там из этого какую-то раздуть информационную кампанию, но ничего не вышло, потому что здесь тотальное замалчивание. Так где-то на оппозиционных сайтах чего-то такое публиковали, в том числе и историю с воровством, в котором участвовал Путин при Собчаке, когда был в Санкт-Петербурге, это как бы никого не интересует. Скандал с фальсифицированной диссертацией, то есть такой ученый, кандидат экономических наук, который даже свою диссертацию, скорее всего, не читал. То есть личность фальсифицирована вот таким образом зачисткой, закладкой абсолютно ложных мифов, там как он якобы к толпе вышел с одним пистолетом, или вообще без оружия, когда ГДР рушилось, и вот якобы он у посольства каким-то образом очутился, и его несгибаемость охладила толпу. Это, конечно, полная ложь, фальсифицированная биография. И сейчас мы видим продолжение фальсификации. Путин якобы общается с кем-то через мониторы своего бункера, и я с удивлением, это случайность, конечно, вижу, что одна и та же фраза произносится совершенно по-разному, когда ее показывают там на канале «Россия-24» и на канале «Звезда». Они просто из разных подборок взяли, видно, что там обрезана часть фразы, а первая часть фразы произнесена с другой интонацией. В первом случае это раздельно, то есть более поздняя запись, перезапись, специально раздельно произнесенные слова, так, чтобы они четко слышались. А в первом случае, видимо, запись Черновая, реально, как Путин и отвечал, он там съел последнюю часть фразы, ну, так вроде пытался пошутить, у него все шутки-то тоже такие заготовленные, они не от души, а кто-то ему там пишет, а он якобы острит, что вот в Советском Союзе все было, но не всем хватало вот такую фразу, и ее тиражируют постоянно, вот такое остроумие. Ну, понятно, что остроумие такое ниже Плинтуса, а к этому он еще прибавил фразу, которую потом отрезали, и уже без этой фразы стали тиражировать, что «а сегодня тоже все есть, только не все могут купить». Вот, потому что в таком случае, как бы аналогия прослеживается прямая, то есть тогда была олигархия, сейчас олигархия, тогда все было, но только по блату, через березки, через спецкакие-то магазины, спецсклады и так далее, спецпайки, пайки были, это так немножко даже давали ветеранам, тоже можно было там такой паек масла, там творог и так далее, можно было, некоторые там персональные пенсионеры получали, а так было свое собственное отдельное снабжение, в том числе и во время войны, вот это уже известные факты. И сейчас, сейчас просто все то же самое, только открыто, нагло, бесстыдно. Вот вы едва-едва можете на еду собрать денег, а там просто не знают, что такое деньги. Их столько, что, как Чубай в свое время, хвастаясь перед своими роснановскими халуями, сказал, ну много, так много денег, вот это главная новость, там истекающего очередного года, денег просто очень много, ну вот очень много, и все обрадованы, захлопали и так далее. А у нас, вот у обычных людей, денег очень мало, очень мало. В этом разделении, вот как бы, клин такой в виде образа Путина втыкается, вот он как такой посредник, он вроде должен успокаивать своей риторикой, бессмысленной, беспощадной, большинство, которое живет без денег, и охранять с помощью репрессии, забирая на себя всю ненависть народную, охранять вот этот олигархический слой из его товарищей по горшку и разной сволочи, изменников, предателей, воров вроде Чубайса, ну которого он там сроснана снял, но зато приблизил к себе, так же, как и Кириенко, который там сидел, ничего не понимая. Чубайс ничего, естественно, не понимал в нанотехнологии, которую правильно называть, там микротехнологии, как они были всегда, и ничего там нового не появилось, кроме термина, который сейчас уже скис, протух, никому не нужен, никто его не повторяет. Вот и Кириенко тоже возглавлял, Росатом ничего не понимая, и принцип путинской кадровой политики всюду ставить некомпетентных людей, то есть ни один пост не занимает человек, который был бы компетентен. Ну, поскольку он сам, сам абсолютный профан, абсолютно невежда, ну, у него и кадровая политика такая, кадровая политика полного, невежды и недееспособного человека. Общался он тут совсем недавно со своими придворными правозащитниками, и там было позволено сказать несколько больше, чем обычно, и довольно долго. Я не смог все посмотреть, но некоторых я посмотрел, даже удивился, ну, какие смелые ребята. Потом смотрю, они же все читают, у них бумажки заготовленные, и Путин свой ответ начинает, поднимая очередную бумажку, и зачитывая прямо слово в слово тему выступления и первые слова, которые только что произносил этот правозащитник. То есть все тексты абсолютно, все согласованы, все согласованы. Были там, правда, люди, которые без бумажки выступали, но, скорее всего, либо это они такие смелые, либо они текст очень близко к печатному, устно пересказывали. То есть все фальсифицировано. Даже вот эта фронда правозащитная, она вся фальсифицирована абсолютно, и даже когда вот предметно я еще одно выступление там переслушал от начала до конца, то есть поначалу так вот там по судам, вот суды такие-сякие, конкретные примеры неправосудных решений, там конкретные примеры, там отмены таких решений, а дальше все как бы вялое и бессмысленное, и доходит, ну, вот все, дайте поручение, мы создадим рабочую группу, при очередном придворном правозащитнике, уполномоченном по правам человека, мы при нем рабочую группу создадим и будем судам там что-то такое там диктовать. Вот, ну, сколько может рабочая группа, если у нас тотальное беззаконие в судах, то есть сплошных подонков подобрали, которые им законодательство знать не надо. Это так оформляют тоже там местные судебные рабы. Им не надо ничего знать. Они просто штампуют то, что им лично выгодно, или что начальство сказало, все остальное их абсолютно не волнует. И вот какая-то маленькая правозащитная группочка, там что-то будет судам диктовать, так плевать на эту группу. Хотят все суды, все без исключения. И вот, ничего из этого не выйдет, ну, и, соответственно, придворный правозащитник, он же борозды не испортит. Вот там, где сажают эти сорняки в виде путинских судей, путинского, кривосудия, кривозащитников и так далее. Это все криво. Все криво, пора исправлять. Но надо начинать, конечно, с самих себя. Исправляйте самих себя, выращивайте в самих себе истинную, подлинную, честную, достойную, благородную Россию. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!